всем привет сейчас запишу для вас обзорчик на телефон lenovo s750 телефон в принципе как бы аппаратной частью мало чем отличается от своих собратьев по производителю по lenovo то есть здесь тоже самое состоится 4 ядерный процессор mt6589 который работает на частоте 1.2 герца также здесь 1 гигабайт оперативной памяти встроенной памяти здесь 4 гигабайта из которой доступно пользователю всего 1.6 4 5 дюймовый дисплейчик с qhd разрешением это 960 на 540 батарея у него 2000 миллиампер часов вот и в принципе как бы задняя камера 8 мегапикселей передняя камера если я не ошибаюсь то 0 3 мегапикселя вот но этот телефон все-таки все-таки выделяется из общего потока аппаратов вот ну во первых этот аппарат пришел на смену или как продолжение влаговодозащищенных телефонов первый из них того был lenovo a660 который себя неплохо зарекомендовал свое время и и реально мои знакомые проверяли у меня знакомый в море с ним плавал нормально все работает под водой снимал там видео все мне показывал вот все работает все классно все отлично вот и вот это его скажем так продолжение но уже усовершенственно аппаратной начинкой вот в более таком интересном форм факторе более такой привлекательный корпус со своими такими особенностями но давайте рассмотрим его в принципе вот так вот как есть телефон у нас на передней панели 4 5 дюймовый qhd ips экран стандартные кнопочки для управления android операционной системой в фирме стиль lenovo здесь у нас передняя камера здесь у нас находится датчик и приближение освещения логотип lenovo динамик защищен металлической сеточкой и также находится здесь у нас индикатор событий которые мы потом посмотрим как он работает с правой стороны то у нас кнопочка регулировки громкости и здесь вот надпись waterproof и вот такой вот значочек с левой стороны у нас ничего нет кроме вот такой вот выемочки такой вот каемочки как принципе вот и здесь сверху у нас находится кнопочка включение выключение блокировки забыл разблокировки и находится под заглушкой хорошая заглушка которая хорошо глушит эти разъемчики micro usb разъем и разъем для подключения гарнитуры либо же наушника 3 5 миллиметра и на одном и на втором есть резиновые специальные вставочки которые при хорошем правильном качественном закрытии то могут обеспечить влага не проценте водонепроницаемость этому аппарату снизу у нас нет ничего микрофончик у нас вот здесь вот внизу вот задняя крышечка это у нас пластик выполнена в таком в такую мелкую 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 сеточку такая вот гибристая здесь логотипчик леново у нас и вот такие вот 4 это у нас на самом деле не болтики но вот здесь вот делала так как будто здесь вот он прикручена четырьмя такими болтами шурупами вот но на самом деле это просто у нас пластик здесь у нас находится динамик прикрытый металлической сеточкой 8 мегапиксельная камера светодиодная вспышка вот принципе и все телефон вручную кей сидит хорошо удобно но все-таки на заднюю крышку было бы хорошо использовать такие бампер потому что так как пластик у нас это не софта что у нас обычный пластик он принципе скользкий то есть он немножко благодаря этой ребристости он цепляется за руку но по моему ощущению недостаточно то есть если вот так вот держать в принципе в руке то обязательно нужно поставить них бизини для того чтобы обратно случайно не выпал вот но тем не менее аппарат руки сидит хорошо также боковые грани они обеспечивают это более-менее сцепление с пальцами и принципе можно как бы опустить вот это что задняя крышка у нас скользящая такая хотя и ребристая кнопочку в отличие от леново аж 160 нажимать более менее удобно потому что там была совсем как бы там набатка утоплены протоплены здесь на не очень сильно выступает но пользоваться ей значительно удобнее давайте заглянем под крышку что у нас тут есть крышка открывается туго точно так же как 660 и это хорошо потому что аппарат на заточен под влага вода непроницаемость и соответственно пыль непроницаемость здесь у нас два слота для sim карт слот для sd карты памяти батарея на 2000 миллиампер и вот здесь вот по всему контуру этого отсека у нас вот такая вот идет резиночка которая при закрытии крышки укладывается вот в этот паз и соответственно обеспечивает водонепроницаемость этого отсека это что касается у нас внешнего вида внешний вид в принципе мне нравится потому что мне нравится не скажем так стандартные если черные телефоны вот или же чисто белые расцветка в принципе такая интересная в спортивном таком стиле я бы сказал бы вот но у нас это сразу же как бы намекает на то что этот телефон не просто какой то обычный стандартный моноблок который там только пользуются обычными я у которой имеет свою фишку и соответственно как бы иметь какие-то функции которые не имеют другие телефоны кстати камера фактически она равняется с крышкой то есть они не выступают как у многих аппаратов потом да если телефону так вот ложить в принципе эта часть камера на фактически не будет не будет сильно у нас царапаться ну немножко выступает на фактический выступ практически незаметен то есть там какие-то доли там миллиметров там выходит вот это что нас касается по внешнему виду внешний вид телефона мне понравился вот если вы не задняя крышечка то в принципе тогда все бы мне было бы хорошо давайте посмотрим на его вот у нее часть недавно я закинул видео где показал что его перепрошил вот прошивал его также по причине там того что в то прошивка что была от продавца она была там полу китайская полу русская и также на той прошивке у меня не получалось поставить некоторые игрушки но в частности вот я сейчас расскажу еще нюанс давайте посмотрим посмотрим что посмотрим посмотрим антуту антуту 13609 баллов плюс минус обычный показатель для этой платформы то есть графическую скрытель пауэр гиги с 544 мп 540 на 960 разрешение 8 мегапикселей основная задняя камера 1 гигабайт такой системы оперативная память 975 и 7 мегабайта внутренней памяти 1 и и и и 678 мегабайт вот для того чтобы установить какие то более менее серьезные игры то вам нужно будет поставить в любом случае карточку раздай карточку потому что он при таком соотношении памяти то вы игры принципе поставить не сможете хотя я сейчас покажу есть один нюанс я пока что не понял в чем как бы фишка но тем не менее вот но все остальное в принципе нам не особо интересно вот если обратите внимание то вантуту у нас что у нас указано что у телефона есть что у нас есть есть у нас у телефона то есть он видит по внутренней памяти устройства 1 и 6 гигабайта вот и если мы допустим тупо команды то 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 мы видим что нам вас есть установлено еще карта памяти на 16 гигабайт вот но почему то телефон системой не знаю некорректно с ней работает или ее не видеть я не знаю с чем это связано вот я например пробовал ставить сюда пробовал ставить низ форс пиздец пробовал ставить 1 2 пробовал реал рейсинг ставить они не хотели ставить я кэш даже вручную забрасывал не хотели они говорят что нет памяти недостаточно памяти по но они просто видят эти вот 1 6 гигабайта которые как бы были доступны а вот с д карты почему то нет еще также такая ситуация вот в антуту вот тут показывает только вот эти вот 1 6 гигабайта которые есть встроенные из 4 гигабайт которые доступны пользователю для размещения его собственных файлов а вот с д карта почему то он нормально не видит я не знаю чем это связано если у кого то есть какие-то соображения по этому поводу то пожалуйста поделитесь комментариях потому что вот такая вот штука вот единственное что я смог поставить из игр это модель комбат 4 мы потом посмотрим вот как оно все это все дело работает давайте посмотрим на сенсоры которые есть здесь у нас есть акселерометр катание шарика здесь у нас есть сенсор освещения у нас работает нормально быстро работает есть на сенсор ориентации в пространстве тоже сработает если на сенсор приближения той тоже у нас работает работает быстро что очень хорошо нет у нас гироскопа звуковый сенсор понятно есть и есть на сенсор магнитного поля то есть у нас магнитный сенсор у нас есть вот это что у нас касаемо начинки также посмотрим мультитач и так у нас пять касаний чего в принципе достаточно за головой экранчик у этого аппарата очень хороший мне лично он понравился то есть хорошая пьес матрица сейчас мы выкрутим ее на максимум и посмотрим по картинке то есть у нас углы обзора нигде у нас ничего все у нас год все у нас очень хорошо экранчик у нас хороший кстати этот экран в этой версии защищен стеклом горилла корнин горилла глаз 2 что в принципе подкрепляет назначение этого аппарата то есть что он пыль и влага вода освещенный плюс плюс у него еще отличная защита экрана но он не ударов не удара защищенный то есть бросать его не нужно можно кидать там воду плавать с ним на что хотите с ним делать есть на ютюбе ролики как все дела делать я хотел его утопить хотел я его испробовать показать как это делать но так как этот телефон я уже при распаковке аскала как он долго добирался до меня до украины фактически и до моего клиента то мой клиент мне категорически запретил это делать потому что столько времени еще раз он просто напросто не выдержит столько ждать и чтобы не было трудности потом с ним в случае чего то он сказал что ни в коем случае этого не делать если будет ситуация у него в жизни когда случайно там или так он специально сказал что делать этого тоже не будет вот но тем не менее то есть аппарат у нас фактически защищен то есть если вы попадете с ним под дождь что там придет он в лужу вас еще там куда то то ничего ничего с ним не случится все с ним будет хорошо вот давайте посмотрим нас по 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 графике графика у нас только фактически modern combat 4 из того что у нас особенно для того что телефон как бы есть карта памяти но фактически воспользоваться не могу возможно какой-то лак прошивки вот ну и заодно слушаем звук выкручиваем на максимум то есть цвета она очень хорошая мне эти очень нравится а Видите, у нас тут ничего не подторможивает. Все отлично у нас. С играми вставляется очень хорошо, в принципе, ожидаемо. Учитывая процессор, учитывая видеооскоритель, который здесь стоит, то есть если получится проблема с распознаванием SD-карты, чтобы корректно игры распознавали ее и вообще будет платформа, тогда я думаю, что все будет отлично. Также давайте запустим FS VideoBox и посмотрим какой-нибудь Full HD кино. Окей, что мы запустим интересного такого, Капитан Филипс. Погнали. Да, нужно, наверное, обновить версию. В аппарате у нас установлена батарейка на 2000 мА. Для вот этого размера экранчика 45 дюймов. Такая же батарея стоит у Lenovo A820, такая же на 2000 мА. И этой батарейки на этой аппаратной платформе, то хватает где-то в среднем на 2-3 дня, скажем так, средней нагрузки. То есть активно, если играть у нас в игры, то, конечно же, мы это все выедаем за одни сутки. То есть если в игры не очень сильно увлекаться играми, тогда батарея живет 2-3 суток по времени автономной работы. Аппаратный декодер не стоит у нас МХ-плеер, к сожалению. Ну, то есть по цветам картинка очень сочная. Все у нас хорошо. И нареканий, в принципе, никаких не вызывает. Так же относительно камеры. Фронтальной камеры с головой хватает для общения по скайпу. Основная задняя камера довольно неплохая. Фотографии, то примеры фотографий я положу в конце видео. Так что камера, в принципе, мне понравилась. То есть нет ни к ней особых претензий, как, например, у меня была претензия к камере в Lenovo A820. То есть здесь камера, мне кажется, что лучше или работает, по крайней мере, лучше, чем в том аппарате. Также давайте сейчас проведем GPS-тест. Посмотрим, как себя аппарат ведет в этой части его функционала. А также скажу относительно качества связи. То есть многих волнует вопрос, какое качество связи, то есть хорошо ли слышно, не пропадает ли сигнал, ничего ли не валится. Ну, две сим-карты, то есть никаких проблем вообще с качеством связи, с пропажей сигнала. Такого, в принципе, не наблюдалось все время, что я проверял этот телефон. Специально звонил, специально узнавал, то есть слышно хорошо, четко, не четко, шумы, потрескивание и так дальше. То есть ничего нет. Звук чист и хороший, меня слышно хорошо. И, соответственно, качество связи здесь на хорошем, на отличном уровне. То есть проблем с этим никаких нет. Ну и давайте сейчас посмотрим на GPS-тест, ну и после которого подведем итоги по этому аппарату. Сейчас включим GPS-приемничек и запустим Android GPS-тест. И посмотрим, что у нас получится. Готово. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все, GPS у нас запустился... Позиционирование у нас по... Нашел 5 спутников, по 3 он может работать... Это вообще первый запуск GPS на этом телефоне... До этого он вообще не запускался... То есть холодный старт... Более-менее, скажем так... Нормально по... Скорости распознавания... Если бы это было бы, конечно, на улице... То, возможно, он бы спутники нашел бы быстрее... Вот, я так думаю... Ну, по крайней мере, в принципе... Как бы фактически в помещении, у окна... То, в принципе, довольно неплохой результат... Потому на улице, я думаю, что он будет значительно... Гораздо лучше... Итак, давайте подведем резюме по этому аппарату... Но перед этим я забыл вам показать... Как работает у нас индикатор оповещения... Вот, он, в принципе, мне понравился... Поэтому я сейчас покажу... Например, вот... Будет, например, у вас пропущенный звонок... Либо же SMS... Вот, если у вас не было возле телефона... Как вы потом сможете увидеть, что... Аппарат... Что кто-то вам звонил... Вот, если видите, то... Здесь вот сверху... Моргает такой вот беленький... Беленький вот такой вот светодиодик... Который сигнализирует о том, что у вас будет пропущенный звонок... Либо же будет пропущено SMS... Особенно в темных помещениях... То это будет очень хорошо видно... Светодиодик, в принципе, очень хорошо привлекает внимание... И мне, честно говоря, он очень понравился... Вот, ну, теперь выводы по этому аппарату... Аппарат получился интересный... Мне лично он понравился... То есть, особых, скажем так, критических минусов... Так, что вообще вот... Что-то в нем совсем плохо, то нет... Ну, в принципе, я могу придраться... Единственное, к чему я могу придаться... Что для этого аппарата я хотел бы более емкую батарею... Потому что, раз аппарат у нас уже заточен, скажем так... По более-менее такое экстремальное использование... Ну, конечно же, не совсем экстрим... То есть, это всего лишь IP67... То есть, он водозащищен, у нас пыльозащищен... Ну, то есть, предполагается, что этот аппарат можно будет использовать... Где-то там, в туристических походах... Там, в горах... Там, на море, еще там где-то... Ну, если, например, это будет куда-то поход в горы... То, конечно же... Хотелось бы батарейку там посерьезнее... Потому что... Там, если, например, осуществить позиционирование... Это по GPS, который выкидает батарея довольно быстро... То там, как бы, это все дело будет... Заканчивалось бы очень быстро... И, в принципе, хотелось бы что-то посерьезнее... Вот, единственное, к чему бы я так мог бы так сильно, скажем так, придраться... Ну, а все остальное, это, в принципе, меня устраивает... И по этому аппарату... То есть, нет, экран не понравился... Камера, в принципе, тоже довольно неплохая... Наличие передней камеры... Супер, можно общаться по скайпу... Вот, и единственный нюанс... С SD-картой... То есть, что, когда ставишь игрушки... То некоторые... Некоторые не видят SD-карты... И вот в Antutu, в частности, тоже SD-карту он не увидел... Хотя она здесь установлена... И Total Commander ее видит... Но, я думаю, что это лаг какой-то программного характера... То есть, с прошивкой... Ну, хотя, в принципе, перепрошивка, к сожалению, не помогла... Опять-таки, повторюсь... Если знаете, как это исправить... И в чем вообще дело... То пишите в комментариях... Потому что... Я пока что не знаю... У меня, к сожалению, не было много времени для того... Чтобы найти ответ на этот вопрос... Потому... Если у вас есть какие-то соображения по этому поводу... Либо же вы знаете точные решения... То скидывайте ссылочки... Пишите свои комментарии... То мне будет очень интересно их читать... И я хотел бы тоже знать ответы на этот вопрос... Ну, а так... Телефон мне понравился... В принципе, можно его рекомендовать в покупке... Учитывая его оснащение... Его защищенность... Стеклышко... Грилла, глаз... Второе... Вот... И, в принципе, как бы очень... Очень даже неплохо... Ну, единственное, что... Цена его немножко... Скажем так... Довольно сейчас высока... То есть, я покупал его еще за... 215 долларов... Ну, буквально пару месяцев назад он стоил... То 200 долларов... А сейчас я смотрел, то он стоит... 300... Ой, 300... 230 уже... Веревали уже цена за 230 долларов... То есть, цена потихоньку начинает на него расти... Кстати, действительно расцветки... То... Мне лично такая расцветка нравится... То есть, черно-оранжевый... Но некоторые люди, которым я показывал... То... Ну, не нравятся... То есть, не любят они вот такую вот расцветку... Ну, это уже, скажем так... Дело в какой-то телефон... К сожалению, у нас только в такой цветовой гамме... Только так и другого варианта, в принципе, нету... Там не черно-зеленого, как был... А шсу-60 только вот так... Ну, в принципе, телефон интересный... Вот... Немного сейчас я считаю, что завышена на него цена... Хотелось бы побольше батарейку... Ну, и вот, если бы не было этой штуки с SD-карты... Тогда было бы все бы вообще отлично... Вот... Ну, это что могу сказать по этому аппарату... На этом, в принципе, свой обзор я заканчиваю... Надеюсь, что он вам понравился... Если это так, то ставьте лайк... Подписывайтесь на мой канал... Пишите комментарии... Задавайте вопросы... То буду очень рад с вами общаться... Все, всем пока... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!